Добро пожаловать в новый мир! На этом же канале выходит кроссаут-шоу, в котором самые умелые конструкторы получают за свои старания достойные призы. Смотрите, участвуйте, побеждайте! Само собой, не забывайте поставить лайк и подписаться, если вам понравится увиденное. Нашим ребятам такое очень приятно. Ключ на старт! Добро пожаловать в наш канал! Скорпион Т-08-20 Появившись на выставке, Скорпион молниеносно набрал нужное для первого места число загрузок и лайков. Это почти что левиафан в категории обычных крафтов. Параметры мощности столкнут его с тяжелыми и хорошо вооруженными противниками. Крафт огромен, укомплектован всем необходимым, нацелен на опытных игроков и явно создан, чтобы тащить каждый бой. Золотой окрас как бы говорит нам «Ребята, я из высшей лиги». Танк собран на базе кабины «Квант-тяжеловоз». Под его обшивкой чуть ли не все возможные улучшения. На борту установлены генератор «Аполлон», радар-детектор, прицел «Нейтрино», «Хамелеон МК-2», увеличенный бойзапас. «Гепард» перезаряжает орудия и модули за пройденное расстояние, а также обеспечивает достойную для 11 тонн металла скорость и перезарядку. Ходовые детали представлены как колесами, так и гусеницами. В качестве вооружения выбраны два «Скорпиона», честь которых машина и получила свое название. Тесаки на носу, полагаем, прикрывают колеса от контактных повреждений. Когда садишься за руль «Скорпиона», сразу осознаешь масштабы вложенных стараний. Над балансировкой машины в гараже был проведен не один час. Передвижение и управляемость поражают. Для своих габаритов бронемобиль удивительно быстрый, а поворотные колеса механиков, несмотря на допустимый тут штраф на мощность кабины, прекрасно справляются с маневренностью. Очки структуры позволяют взять инициативу в свои руки. Можно воевать чуть в отдалении, но и в гуще сражения бронемобиль выдержит достаточно урона. Вести огонь лучше не беспорядочно, а точно по соединениям колес или оружия. Тогда они эффектно отлетают буквально за один выстрел. Благо с прицеливанием проблем возникнуть не должно. Как и в случае с дорогим автомобилем, за руль «Скорпиона» должен садиться понимающий его нюансы боец. Но в заданной категории, помимо разобранной в первых выпусках гаража механиков классики, мы видели мало настолько функциональных крафтов, поэтому высший балл и искренняя рекомендация присмотреться. Ну-ка, открывайте гараж, будем смотреть на ваш крафт. Где он? Вот, отлично. Ну что вы так смотрите? Неужели не понимаете, в чем проблема? Нет, серьезно? Ну он же... он же покрашен, черти как! Выжившие зачастую молюют транспорт всем, чем под руку попадется. Ну а что, у нас тут конец света, а не смотрины. Но это большая ошибка. Внешний вид бронемобиля может многое сказать о его хозяине, включая боевой стаж, участие в знаковых событиях и выполнение уникальных заданий. В конце концов, это просто объяснимая и понятная забота о внешнем виде своего транспорта, за рулем которого проводится немало часов. Сегодня в оружейной мы разберем все краски в игре и прокомментируем пару выигрышных сочетаний. На создание тематической оружейной нас вдохновил гайд пользователя Шрам в сервисе Steam. Мы изучили, переработали и дополнили его. Спасибо нашим поклонникам за целеустремленность. Краски сортируются по редкости, как и другие предметы. Часть из них смешиваемы. Это означает, что из нескольких баллончиков одной категории с доплатой в виде ресурсов можно получить расцветку следующего уровня редкости. Большинство можно купить на рынке или получить самому, но некоторые уже недоступны или могут быть получены только из ящиков. Начнем с обычных оттенков. Эта категория включает следующие наименования. Свинцовые тучи, мгла, вишневый, хаки-1, хаки-2, хаки-3, игуана, пустошь, сумерки, северное сияние, амулет, чистое небо, магнитное поле, зола, пепел. Несмешиваемые цвета той же категории выдаются за достижение определенного уровня репутации во фракции механиков. Растворитель за нулевой уровень. Изотоп-239 за второй уровень. Торнадо за седьмой. Бром открывается на восьмом. Песчаная буря, пятнадцатый уровень. Оазис, двадцать первый. Чтобы смешать краски обычной редкости, нужны 10 баллонов, 5 монет, 450 единиц металлолома и 50 листов мети. Редкие смешиваемые оттенки у нас такие. Белый. Электрон. Последний закат. Океан. Коралл. Шаблоны сосна и лиственница. Красный гигант. Виктория. Изумруд. Шмель. Полночь. С несмешиваемыми всё чуть сложнее. Лёгкая добыча и ночной охотник раздавались во время Хэллоуина. Доску и календарь игроки могли получить в обмен на ресурсы и фрагменты за ежедневное посещение игры в течение ограниченного времени. Готовым смешивать редкие оттенки выжившим стоит подготовить 10 соответствующих красок, 20 монет, 250 единиц металлолома, 750 проводов и 150 листов меди. Эпическую раскраску встретишь нечасто. К ней относятся шаблоны лес, опасность, море, шахматы, город, ржавчина, дюна, а также материал сетка. Эпические несмешиваемые краски выдавались по итогам достижений. Шаблон «Испытатель» получали участники альфа-теста. Игроки из боевого тестирования награждались шаблоном «Абориген», а материал «Змей» открывался в инвентаре ветеранов ЗБТ. Материал «Аллигатор» выдавался за ресурсы и фрагменты, собранные во время выигранных за определенное время потасовок. Аналогичным образом можно было получить шаблоны «Граффити Закат» и «Подопытный» вместе с усталостью металла. Жатву раздавали во время Хэллоуина. Шаблон «Граффити Восход» был специальным набором с игровой выставки. В честь открытия серверов в Америке раздавались звезды и полосы «Одинокий рейнджер». А по случаю достижения 50 тысяч подписчиков на официальном русском ютуб-канале игры мы дарили оттенок армия зрителей. Смешиваемых легендарных тонов 2 — золото и хром. Несмешиваемая краска аналогичной редкости под названием «Маска смерти» выдавалась во время Хэллоуина. Из наборов выжившие могут получить материалы карбон, алюминий, кварц, шаблоны «Выжженная земля», цифровая пустыня, блуждающий огонь, лава, молния, пламя, а также оттенки «Белое солнце», «Красная луна», «Темно-красный», «Мираж металлик». Во время событий кнехты бойцы могли стать обладателями таких красок. Материал — латная сталь, тефтонский крест, тефтонский орел, тефтонская лента. Наконец, запуск серверов в Австралии ознаменовался раздачей шаблонов «Край света» и «Туземец». Это означает, что на данный момент в пустоши есть несколько десятков видов красок для вашего транспорта. Если ваш автомобиль еще не покрашен, что не так? Напоследок, ловите несколько удачных сочетаний. «Белое солнце» и «Красная луна» фактически являются фирменными цветами детей рассвета и встречаются преимущественно на их крафтах. Вдобавок, светлые тона отлично сочетаются с карбоном или металлическими оттенками. Любителям камуфляжа стоит обратить внимание на «Мираж металлик», «Цифровую пустыню», «Хаки». Из-за схожих паттернов неплохо сочетаются блуждающий огонь, молния и пламя. Ими будет выигрышно покрасить даже колесные диски. «Звезды» и полос «Одинокий рейнджер» вместе образуют немного китчевую, но очень запоминающуюся расцветку американского флага. В то время как тевтонскими оттенками «Выжившие» любят раскрашивать танки и левиафаны. Релиз нового обновления ожидаемо вызвал бурную реакцию у «Выживших». Мы просмотрели все ваши посты на форумах и комментарии под видео. Некоторые из них были положительными, другие — конструктивными. Выделив основные вопросы, которые тревожат вас больше всего, мы подготовили развернутые ответы в рамках специального выпуска нашей рубрики. Тяжелые кабины теперь кажутся бесполезными. Зачем им снизили характеристики? Среди крафтов с высоким уровнем очков мощности значительно преобладали похожие по схеме сборки. Изменение должно сблизить все типы кабин одной редкости на полях сражений. Оно не последнее, и мы еще продолжим работу над выравниванием эффективности деталей разных типов. Какие сборки теперь больше подходят горбуну, дальнобою и зубодробителю? Мы полагаем, что потеря единицы энергии не окажет критическое влияние на потенциальную огневую мощь. На любой бронемобиль можно и нужно устанавливать дополнительные модули. Генератор на газе и Аполлон, идеально подходящие в данной ситуации, позволят реализовать задумки выживших, в том числе и по вооружению. Нерф дронов недостаточный. Почему злоупотребляющие ими игроки никуда не исчезнут? После патча «Прихвостей» стал куда скромнее по показателям урона и дальности стрельбы, а также значительно потерял в радиусе действия. Он изначально задумывался как защитный дрон, способный отъезжать лишь на небольшое расстояние от хозяина, но не привязанный к нему так же жестко, как «Сокол» или «Филинг». Планов полностью выводить данный вид оружия из игры нет, однако количество дроноводов должно существенно снизиться. Следим за статистикой. Зачем установлен лимит на металлолом в потасовках? В потасовке — уникальный режим с необычным геймплеем, отличным от ПВЕ и ПВП. Теперь размеры наград, получаемых в потасовках и миссиях, практически равны, что видится справедливым. Нам бы хотелось, чтобы игроки ценили не только награду, но и игровой процесс. Более того, особая награда за участие сохранилась. Плюс 10 кг веса на ховер ничего не меняют? Это комплексное изменение, которое стоит рассматривать в контексте обновленных параметров, грузоподъемности и предельной массы у кабин. Вдобавок показатели изменились у всех модулей передвижения, а не только у турбин. Все ходовые детали рассматриваются нами комплексно. О необходимости именно данной правки отчетливо говорила статистика. Карта пока что имеет только интерфейсную ценность. Что ждать дальше? Введение карты мира — это важный шаг развития вселенной Кроссаут. Теперь игроки могут наглядно увидеть связь между полями сражений. Не только территориальную, но и сюжетную. В ближайшем будущем стоит ждать повышения удобства интерфейса. Дальше посмотрим. Сейчас кажется, что будущее Кроссаут — это сильные, но хрупкие крафты против слабых, но крепких. Так ли это? Изменения были необходимы для исправления ситуации с однообразием сборок. Мы понимаем, что после таких фундаментальных правок должно пройти некоторое время, прежде чем выжившие оценят их в полной мере. В будущем бои должны стать более увлекательными, потому что бронемобили совершенно разных типов будут чаще встречать неудобных противников. Хочется напомнить, что мы открыты для обратной связи, а данный патч, разумеется, далеко не последний. Об этом легко забыть, но мы еще даже не вышли из беты. Будьте уверены, что ситуация тщательно анализируется, а нужные корректировки будут введены во время грядущих обновлений. И это все на сегодня, выжившие. Мы ждем вас через неделю, чтобы раскрыть еще больше фактов о боях в пустоши. Не теряйте времени зря, набирайтесь опыта и закаляйтесь в сражениях. А заодно рассказывайте друзьям о нашем шоу и оставляйте комментарии под видео. Нам важно знать ваше мнение. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»